Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о парфюмерии. Это будет такое разговорное видео. Я вам расскажу о своих парфюмерных планах. И также я вам расскажу о том, какие ароматы я продала недавно. Вот так вот получилось, что я решила почистить свой шкаф. Надо было мне, наверное, заснять этот процесс. Но, как всегда, это было спонтанно. Это было такое вот... Ну, всегда так бывает, знаете. Я недавно посмотрела у Кристины пеноблог похожее видео и решила тоже поговорить с вами на эту тему. Так что, если интересно, оставайтесь. Парфюмерные маньяки, любители, я не знаю, как нас называть. Ну, часто, наверное, у всех приходит такой момент, когда ты хочешь избавиться от ненужного, скинуть вот этот груз. У меня было где-то 150 парфюмов, сейчас 140. Ну, и минус еще, который я подарила. Я не буду говорить, какие я подарила, кому подарила. Это уж такое личное дело. Хочу сразу сказать, что ароматы, которые я продала, я спрашивала у своих подруг, хотят ли они. Ну, им что понравилось, взяли. Что не понравилось, продала. Я продавала все с ebay, все продавала по Австралии. Часть ароматов, часть парфюмерии мы просто даже завозили на машине, потому что это было в Сиднее. Все оказалось очень легко, просто, быстро. Почему я не делала по России продажу? Потому что, ну и вообще международную, это очень сложно. Из Австралии нужно писать какие-то там декларации. И вообще ликвид, жидкости очень сложно отправлять куда-то. Поэтому я решила с этим не связываться и продать все через Австралию, по Австралии. У меня совсем так. Я люблю делать как бы чистки своего гардероба. Я люблю выкидывать какую-то косметику, смотреть срок годности, нюхать, если что-то там уже испортить. Ну, все мы такие, наверное, да, если что-то испортилось, все выкинуть, купить что-то новое и так далее. То же самое с ароматами. Многие ароматы я практически не носила. Какие-то мне нравились, но они на мне не сидели, с какими-то я не подружилась. Часть ароматов, которые я продала, я покупала когда-то вслепую. Поэтому, конечно, сэляви. Когда ты берешь аромат вслепую, воображение тебе рисует одну картину, а по факту происходит совсем другое. Давайте, давайте я вам расскажу, какие ароматы я продала. Если вам это интересно, пожалуйста, смотрите. У меня здесь компьютер, и я открыла свою фрагранчику, и вот в строке у меня были как раз все ароматы, которые я продала. Я продала аромат Антония Флауэрс. Антония Флауэрс Ист Хэмптон. Я все названия напишу внизу, поэтому, если не знаете какой-то аромат, заходите, там все будет видно. Ой, у меня что-то насморк. Илвис тут ходит. Ист Хэмптон Антония Флауэрс. Я купила его в прошлом летом, но он меня покорил. Он покорил меня своей легкостью, своей какой-то грациозностью, элегантностью. Это такой цветочный аромат, такой с прохладой. Множество там цветов, таких, знаете, ландыши, хрупкие фрези, вот таких вот хрупких подрагивающих цветочков. Красивый аромат, очень красивый аромат. И я его одно время с удовольствием носила, но мне не хватало в нем страсти, мне не хватало в нем какой-то вот прям эмоции. То есть, если бы я работала где-то в офисе, да, в жарком, там, с кондиционерами, еще что-то, с большим количеством людей, я бы, наверное, оставила себе этот аромат, потому что он крайне политкорректный, крайне красивый в то же время, да. Но так как у меня нет необходимости сидеть с большим количеством народу где-то в душном офисе, то я этот аромат продала, и кто-то сейчас, наверное, с удовольствием им пользуется. Дальше я продала пачули от Этро. Пачули от Этро у меня этот аромат стоял давно, я много раз делала к нему подходы, я очень люблю марку Этро, это, ну, во всем красивый у них фэшн, мода, аксессуары, ароматы тоже красивые, банная линейка, ну, в общем, все так достойно. Ну, вот пачули я не могу, у меня они были слишком сырыми, слишком пыльными, на грани таких уже плесневелых, знаете, вот как плесневелая такая листва. Носить на себе я категорически не могла, пыталась и зимой, и летом, в разные периоды, муж тоже не смог носить, в общем, мы их продали, они, кстати, продались самые первые, очень быстро. Дальше я продала аромат Pink Flowers от бренда Mikalif. Практически новый флакон, тоже носила его пару раз, он такой летний, он аромат летний. Почему я его продала? Потому что для меня это такая слабая-слабая, как бы, если уменьшить звук, версия Royal Rose Wood, тоже от марки Mikalif. Королевская эрозия мне больше вот этой страсти, мне там нравится напористый, там более он громкий, более шлейфовый, более такой, ну, богатый по эмоциям. А Pink Flowers, он, ну, более носибельный, и я подумала, что если у меня есть Royal Rose Wood, то Pink Flowers можно продать. А дальше я продала Blue Bell от бренда Pink Haligon, вот тот момент, когда я заказывала этот аромат вслепую. Мне воображение рисовало какую-то потрясающую картину весенней, вот эта весна Боттичелли, знаете, вот такая хрустальная мелодия вот этих звенящих колокольчиков и так далее, легкость, воздушность, освежающий летний аромат. На деле же это оказался просто моногиацинт, очень громкий, очень даже яростный такой. У меня от него реально болела голова. Я пыталась носить его зимой, зимой он, наоборот, так холодил, что не очень-то приятно. А летом он душил, он реально меня душил, поэтому, да, пришлось продать. Дальше аромат тоже купленный вслепую, Blue Bell Penthaligon Elixir. Такой красивый флакон, но они все-таки красивые. В коробках они у меня стояли, ну, я подумала, что они стоят. Эликсир — это такой хороший аромат, благостный аромат, аромат добрый, аромат такой умиротворяющий. А аромат сладаном основной, там нота была лада, такая, вы знаете, церковь плюс баня. Вот он был какой-то немножко банный и плюс церковный. Интересный, очень интересный аромат, но то количество раз, сколько я его носила, как бы, мне подумалось, что пусть он будет у кого-то еще, и пусть человек пользуется на здоровье и с удовольствием. А дальше я продала аромат Violet от Anigutal. Anigutal у меня осталось Rose Splendid и Mimosa. Вот мне больше не нужно. Значит, Violet, я уже давно говорила, она для меня была, ну, какая-то слишком, может быть, простоватая, ну, если можно так сказать, фиалка, фиалковая пудра. Это интересный аромат, ну, уже, наверное, ну, могу без него жить, вот просто вот легко, поэтому, да, продался. И я продала аромат Pamelo, тоже от бренда Mikalif. Это такой, Pamelo такой фрукт зеленый, ну, типа грейпфрута, такой горьковатый, такой вот цитрусовый. Классный аромат. Одно время я его носила просто запоем в жару, а потом как-то чика перегорела. Ну, вкусом свойственно меняться, тем более парфюмерным вкусом. Это, знаете, это как беременный. Ты там ходишь, тебе нравится одно, потом ты там рожаешь, и тебе это вообще совершенно не нравится, ты об этом забываешь все. Тут то же самое, то есть из года в год наши предпочтения меняются, и сейчас мне вообще не хочется ничего гурманского, мне не хочется ничего сладкого, мне не хочется шоколада, там, каких-то вот шоколадных, знаете, аккордов в парфюмерии. Наоборот, хочется терпкости, хочется какой-то, может быть, животной ноты, хочется альдегидов. Ну, вот хочется чего-то совершенно другого. Это как бы ни для кого не сюрприз. Все мы люди, все мы меняем свои предпочтения всегда. В ароматах то же самое. И я продала Мюглер Муза, вот такой вот розовый флакон, по-моему, туалетная вода. Но она вообще, она это простая такая водичка, просто вот, ну, для девочек, для школьниц, у меня его купили тоже практически сразу. Я продавала за не очень там какие-то высокие цены, потому что, судя по всему, цены были даже ниже ожидаемого, потому что очень уж все быстро продалось. Ну, я рада. Я рада, зато сейчас я могу купить что-то, что мне действительно хочется. И давайте я вам скажу, что же я хочу купить. Я здесь приготовила даже для вас вот эту вот пробирочку. Это Фредерик Маль, Дрис Ваннотен для Фредерика Маля. Вот, посмотрите, сколько у меня уже осталось. Это было 10 миллилитров, я купила где-то недели две назад. Не хочу сказать, что я прям каждый день ношу его, но вот последнюю неделю я каждый день ношу. Это потрясающий запой, это мой запой, моя любовь сейчас. Это сандаловый аромат, ноты сандалы, в перемешку с бобами тонко. Вот как таковой сладости я здесь не ощущаю. Здесь более такой аромат терпкий, древесный. В то же время согревающий. Ну, слушайте, это потрясающе. Когда он уже совсем-совсем уходит в базу, вот когда я вечером иду в душ, от волос исходит аромат такого нежного какао. Ну, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Фредерик Маль для меня вообще-то художник. И все ароматы линейки, это, конечно, как произведение искусства. Поэтому в планах иметь больше ароматов от этого прекрасного дома, но поживем-увидим. А дальше я бы хотела приобрести Ля Лабо. У меня три фаворита. Это Иланг, это Нуар и это Ирис. Первый это будет Иланг. Я хочу этот Иланг очень сильно. Страстный, бушующий, темпераментный аромат. Аромат вот прям хочу для меня. Хочу такой аромат. Он классный, он классный. У меня вот пробник уже все, я его израсходовала. Потрясающе. Вот прям отвечает всем моим внутренним потребностям. Мне кажется, он мне и внешне чуть-чуть подходит. Ну, знаете, я не соотношу ароматы вот прям вот. О, вот этот аромат, он вот олицетворяет меня внешне. Нет. Просто вот как ты себя чувствуешь эмоционально. Если аромат возносит тебя, когда ты в нем, то это значит твой аромат. Вот аромат вот этот и аромат Иланг от Ля Лабо, они меня возносят. Они меня как бы вот подтягивают. Делают меня более такой струящейся, легкой. Ну вот. Понимаете, да? Ну, дальше на сама-то я бы, конечно, хотела себе белого, ой, черного афганца. И же с ними все. Но вот пока вот на деньги, которые я выручила с продажи, я возьму себе вот это. И, наверное, возьму себе Иланг. А там посмотрим. Я надеюсь, вам понравилась такая тема. Пишите, пожалуйста, если у вас был опыт продажи ароматов. Как вообще вам нравится этот процесс? Мне, честно говоря, понравилось. Мне понравилось, потому что я поняла, что я могу избавиться от чего-то, что как бы меня больше не радует, не греет. И купить по-настоящему желанный парфюм. Вот как-то так. Запутанно, как всегда говорю. Все. На этом все. Желаю вам всего самого хорошего. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.